Что это вы тут делаете? Вообще-то, Саша, это наша телекухня, и здесь мы готовим. А отжиматься нужно в проекте «Минус 10», про который мы сегодня будем говорить с главным телетренером Александром Литвином. Сейчас я встречусь с участниками, которые прошли кастинг и будут биться за тело своей мечты и здоровья. За полгода я просто прибавила где-то около 10 килограмм. Это были? Это были моря. Стучал везде, на уроках, на партах, дома, там радио крутится, на коленках ритм выбиваю. Всем привет, говорит канал Телемикс, программа Есть Today и я, Ольга Муравьева. Также приветствует зрителя наш генеральный партнер, группа предприятий Янта. Янта – продукты для всей семьи. Янта – майонез, сделанный с душой, только из натуральных продуктов, выращенных на собственных полях. Для ценителей качества по ГОСТу, такой нежный, такой густой, Янта – есть вкусно. И сегодня у нас в гостях инструктор фитнес-клуба «Бэйс» Александр Литвин. Александр у нас в гостях не просто так, между прочим. С недавних пор он стал нашим телетренером, и он главный идейный вдохновитель девчонок, которые решились вот так вот прилюдно в телевизоре худеть. Саша, доброе утро. Доброе утро. Будем готовить мы тоже из разряда что-то правильного питания. Уже мы с Александром поделились своим опытом приготовления завертонов, и у Александра и у меня они накануне не получались, поэтому сегодня у нас будет такой экспромт. Саша, ну давай займусь мясом, порежу его, а ты пока потри морковку. Что нам требуется, да? Это куриная грудь, овощи, яйцо, сыр, творожный сыр и, собственно говоря, лаваш и гриль, чтобы потом все это запечь. Да? Приступаем к готовке, ну и буду назойливо, буду бесконечно что-нибудь спрашивать. Ну, наверное, моменты правильного питания интересуют, в принципе, всех людей, кто занимается своим здоровьем. Насколько сложно придерживаться вот именно употребления правильных продуктов? Ну, здесь на самом деле какой вопрос? Очень было много мифов, они до сих пор есть, да? Вот ЗОЖ, ПП. И все сразу представляют, это голодовки, это вот сухая курогрудь, там без жареного, без... Только пареная, да, как все любят. На самом деле это слегка не совсем так. Вот. Самый главный момент в чем заключается? Есть всего, но в меру. А у нас как получается? Мы переедаем сладкое, мучное, слишком жирное и не растительно жирное, у нас, к сожалению, растительные животные. И получается дисбаланс в энергии, мы потребляем больше, чем тратим, и мы набираем вес. А когда человек понимает, что от чего зависит, собственно, да, то и принимается все легче, и нет каких-то моральных тязаний. То есть, когда идет все комфортно и в радость, и достигается все легко. То есть, Саш, ты хочешь сказать, что можно и сахар, и булочки, и пирожные? Да. И чуть-чуть грешить, скажем так, по выходным можно. Вот это я сейчас Америку открываю. Да. Главное, это потом все отработать. Но это не значит, что мы будем в поте лица там страдать. Нет, просто в течение недели мы снизим потребление энергии, либо лишний раз там часок походим, ну, или два раза. То есть, своим организмом можно управлять? Да, нужно. И быть в гармонии, не управлять, а быть в гармонии своим организмом. И тогда он ответит темно. То есть, если чего-то сильно хочется, то отказывать нельзя себе? Да. Но потом ты такой понимаешь, завтра на работу иду пешком. Да, примерно так. Давайте посмотрим новости. Ну что ж, Саш, ну ты начинай жарить тогда мяско, я займусь лучком. Лука, думаю, много не надо тоже, да? Нет, по вкусу, на самом деле. Половинку вот так. Насчет масла тоже, многие не жарят свою пищу вообще в целом, это же вредно, как бы говорят. На самом деле не вредно, опять же, все должно быть просто в меру. А что касается масла, выбор сливочное, растительное. Да, всегда вопрос волнительный. Да, многие на самом деле переедают насыщенные жиры, животные жиры. То есть, будь то сыр, будь то сливочное масло, хлебобулочные, там все содержатся у вас животные жиры. А вот растительные не доедают, как правило. Это масла различные и орехи, бобовые. Вот их в рационе, как правило, и нет. Из-за этого потом у нас по анализам холестерин зашкаливает, самочувствие. А в плане девушек, это еще волосы, ногти, и цикл этого страдает. Так что мы растителями жирами и в целом жирами не пренебрегаем. Как найти баланс, Саша? То есть, это невозможно? Вот я сегодня перед эфиром рассказывала Александру, что я такая вся заядлая, правильная питальщица. А он мне задает вопрос, а сколько в граммах? То есть, я так понимаю, человеку, который решил худеть, нужно заиметь какие-то весы. Да, в идеале, то есть, как это происходит. Мы все взвешиваем. Хватит? Да, хватит. Мы все взвешиваем, получается. Все приемы пищи мы взвешиваем на весах. Да, но это в идеале. Как правило, людям лень готовить, либо лень им это все делать, и идет путь, скажем... На глазок. На глазок, да. У меня такой путь. Да, то есть, когда ко мне люди приходят, первую неделю-две я даю только советы, да, как себя потихонечку приучать. Потом, если человек уже готов к чему-то более серьезному, составляется план питания, где все уже расписано. По громовкам, по продуктам, все, что нужно знать, уже написано. Скоро портишься продукты, долго портишься. Остается только готовить, кушать и получать удовольствие. Но нужно к этому подойти, да, если нам некомфортно даже базовые рекомендации соблюдать, там, двух-трехразовое питание и т.д. и т.п., то, конечно, еще будет рановато. То есть, ты рекомендуешь недельку-две просто для начала приводить себя к какой-то вот готовности, да, вступить вот на правильный путь? Да, да. Вот, как я и сказал, это 2-3, ну, кому-то комфортно, 4 комплексных приема пищи. Все такое комплексных. Это белки, жиры, углеводы. Ну, самый банальный пример, как любят у нас многие, гречку, плюс какое-то мяско там. Какой-нибудь овощ, наверное, должен быть обязательно. Салатика, гулей. Да, это отдельный момент. Конечно, овощи, фрукты – это важный в наше время момент. Многие их не любят. Я самых редко ем, но я замещаю это клетчаткой. Вот, это другой момент, да. Я не получаю из овощей и фруктов, но клетчатка и витамины – это закрывают. Ну, это в моей стезе. Кому-то нравятся овощи и фрукты. То есть, тут нет каких-то табу в этом плане. Главное – компенсировать одно другим в случае необходимости. Я предлагаю сделать зарядку с нашей очередной рубрикой, а мы пока настроимся на дальнейший диалог. Всем привет! Я Шамиль Вагабов, мастер спорта по кейбоксу. Сейчас поработаем комплекс на координацию и шагистику. Начнем с простого. Сторонной, стороны. Потом в другую сторону, тоже с другой. Вот, следующая работа уже чуть сложнее. Должны затеять две нога в клеточку, второй. Потом вытесняем и выходим в следующую. Делаем медленно. А следующий уже на скорости. Также мы в обратную сторону. Следующая. Уже становимся в стойку. Фронтальная стойка. Также квадрат одной ногой. Второй. И выходим в другую сторону. Также первый круг. Делаем медленно. Следующий быстрее уже на скорости. Руки всегда на защите. Учимся держать руки. Учимся держать ноги на дистанции при передвижении в стойке. Вначале можно смотреть в под ноги. Но потом мы должны смотреть только вперед. Чтобы дистанция стала стажа. Иногда можно себя проверять. Не наступаем ли мы на линию. Шагаем в милу и подшагаем вправо. На этом все. Спасибо. Так, ну я начинаю резать помидорчик. Который, кстати, который, кстати, Саш, ты обмолвился, что овощи и фрукты очень важны. Но если не любовь, то можно заменять клетчаткой. Что значит заменять клетчаткой? Это в сухом виде как-то ее покупать? На самом деле, как кому удобно. У меня у многих клиентов проблемы с потреблением клетчатки сухой. Потому что если она рассыпчатая, она становится потом как такой кисель неприятный. У многих рефлекс соответствующий. Или есть как сухой завтрак. Есть в бочонках клетчатка тоже. Ее можно залить, к примеру, молоком, протеином. Она взбухает и как сухой завтрак получается. А есть вот клетчатка более... А мне так нравится вот эта, которая гранулированная, с йогуртом. Так вкусно. Вот, вот. А можно ее переесть, например? Как правило, нет. Она очень... Норма какая-то есть, например? Сколько ложек вот такой гранулированной можно съесть? Там в зависимости от состава. Есть углеводы, написанные на составе, на пачке. И есть нерастворимые вещества. Там показано соотношение. Вот клетчатка – это как раз таки то нерастворимое вещество. То есть смотреть нужно, да? Да, вот. А по нормам нужно посмотреть регламенты. Ну, в среднем, грубо говоря, для взрослого человека это возле 30 грамм клетчатки в день. Но, опять же, индивидуально у каждого в этом плане. У кого-то и больше нужно. В зависимости от веса тела и от тренировок. Я напомню, что сегодня мы рассказываем о проекте «Минус 10», который стартует на нашем канале, в нашей программе. Немножечко позже вы увидите первую серию. Давай уже приблизимся к нашему героиню. Три женщины, абсолютно обычная жительница Уссуриска, одна из них наша коллега, решили сбросить вес. Да. Ставим цель «Минус 10», но если будет больше, это же круто. На самом деле это круто. Многие как раз-таки за цифрами и гонятся, но есть, скажем, определенные нормы. Если на коротком периоде, который у нас состоит, можно немножко, скажем так, превысить эту норму, да, то в долгостоящей перспективе это вред для здоровья. Многие, наверное, уже девушки и женщины прошли этот путь, когда… Быстро похудели, да? Быстро похудели, и потом посыпались волосы, ногти. Ну, кому-то повезло больше, и со здоровьем осталось все окей, они сохраняют плюс-минус тот же вес. Вот. Но, как правило, это вот печальная история. И в дальнейшем срыв происходит. Срыв происходит, то, что похудело, набрало в 2-3 раза больше. Зачем? Ну, опыт нужен был. Ну, у кого-то же есть, там, знаете, ставят даты. Вот свадьба у подруги, я должна влезть в это платье. Да, 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 нет, это нормальные моменты, но потом, как это должно быть, я объясняю, то, что мы достигли, все, умница, и грамотно выходим, чтобы потом не срываться во все тяжкие. То есть похудела на минус 10, а потом наела за 2 месяца на плюс 20, да. Ну, да, это такая себе история. Так вот, у нас три участницы, они примерно одной весовой категории все? На самом деле, да, есть чуть поменьше, скажем так, на 5 килограмм участница, но это не облегчает ей задачу, потому что цифра-то стоит общая, и даже это посложнее, по идее, будет даваться. Но, опять же, все от усердия зависит. Есть домашнее задание, расписано питание, тренировочный план, и там уже кто как будет укладываться и жульничать, скажем так, да. Про жульничество мы говорим сразу после прогноза погоды. Так, ну, я потру пока сыр, он нам тоже пригодится, чтобы наш завертон, он же не диетический будет, как вы правильно назвали? Завертон из разряда ПП или просто обычный, Саш? Ну, на самом деле, что такое ПП, да, правильное питание, как все привыкли, да. На самом деле, как я уже и говорил, все полезно, что в меру в рот полезло. Если мы сделали такие завертоны, и они укладываются в нашу калорийность, в наши энергозатраты в течение дня, то ничего страшного в этом плане не будет. Даже можно иногда всяческие грешки, да, как я сказал, употреблять. Но, опять же, в меру. А расскажи, вот, калорийность, она же у каждого человека своя, в зависимости от образа жизни, там, не знаю, от умственных затрат в работе, там, от активности, правильно? Да, да. Вот есть какие-то средние показатели, ну, для женщины, например, там, 30 лет, так скажем? Или от возраста это, ну, зависит, но не в меньшей мере, чем, да? От возраста зависит, да, но в меньшей мере. Есть формулы, их множество, ну, вбить можно в гугле, самая банальная там, формула до подсчета калорийности. И плюс-минус они все складываются в одну и ту же калорийность, но это приблизительное, опять же. И потом уже эмпирическим путем, то есть, допустим, вот, если я человек, который ничего не знаю, решил встать на путь, скажем, осознанности, я вбиваю, под себя подгоняю, там, возраст, вес, все это учитывается, есть калорийность, это будет мой стартовый, скажем, точка отчета, это будет. А потом уже каждые две недели, каждый месяц я смотрю по замерам, как у меня идет прогресс в похудении, в качестве тела, и уже от этого отталкиваемся, либо мы повышаем калорийность, либо мы понижаем калорийность. А по составляющим белкам, жирам, углеводам это уже все индивидуально, все в зависимости от умственной деятельности, физической деятельности, ну, и образа жизни, как бы. Саша, ну, вот к нашим участницам, напомню, что мы говорим про проект «Минус 10», который стартует на нашей программе, вот уже несколько недель плотных съемок, тренировок, питания, что можешь сказать, дисциплинированные девчонки или все-таки замечаешь, что грешат? Сейчас это мягко расскажу, да, на самом деле есть такой момент, как испытательный срок, ну, у меня, у клиентов есть испытательный срок, как я говорю, примерно плюс-минус две недели у каждого по-разному, вы будете грешить, осознанно, неосознанно, где-то лениться, где-то… Рука будет в холодильник тянуться. Да, да, либо наоборот, не дотягиваться. У многих, кстати, в этом проблема, они не едят нужное количество, а потом организм получает соответствующий со временем стресс, и со временем может накопить воду, может пойти нарушение именно вещества, но это уже, если в долгой истории, вот. А так, как правило, первые недели-две привыкают, ну, просто перестроить себя на новый лад. Что это сказать, грехи? Нет, это нормально. Все мы люди в этом плане. А вот как они уже поведут себя в дальнейшем, это мы посмотрим. Ну да, ну а вообще ты первый раз вот участвуешь в таком вот масштабном проекте, где у тебя камера с тобой постоянно, где подопечных аж трое, и у них все равно же есть какой-то соревновательный момент друг с другом? На самом деле, да, в проекте участвую я впервые, обычно это как? Ну, в зале обычно с клиентами. Да, либо в зале, либо дистанционная работа с другими городами, тоже работаю. Спасибо нашей обстановке за это, как говорится. Так, опыт впервые, что это какая-то стрессовая ситуация, не сказал бы, просто… Ну, интересно. Интересный опыт, да. Интересный опыт. Про опыт мы поговорим сразу после рекламы. Всем привет, говорит канал Телемикс, программа Есть Today и я, Ольга Муравьева. Также приветствует зрителя наш генеральный партнер, группа предприятий Янта. Янта – продукты для всей семьи. Янта – майонез, сделанный с душой, только из натуральных продуктов, выращенных на собственных полях. Для ценителей качества, по ГОСТу, такой нежный, такой густой, Янта есть вкусно. Это канал Телемикс, программа Есть Today. Сегодня мы говорим про проект Минниус 10, который запускаем в нашей программе. И главный его ведущий, идейный вдохновитель наших девчонок, которые решились похудеть, Александр Литвин. Сегодня мы с ним готовим завертон. Надеюсь, получится вкусно, потому что какой-то эксперимент у нас на кухне. Мы даже сейчас экспромтом придумали какой-то соус для него, потому что не оказалось у нас, к сожалению, никакого правильного… Что это, йогурт называется? Может, кефир? Не, кефир, наверное, нельзя, да? Какой-нибудь йогурт греческий. Ну, сметанка, вот что-то такое, да? Нужного соуса у нас не оказалось. А что может стать нужным соусом для вот этого блюда? В идеале все, что не настолько сильно калорийное, ну, либо, опять же, вписывается в ваш рацион. Вот и все. Ну, можно и сливки, можно и кетчуп, там, майонез. Только смотрим на состав, опять же, да? Вот. В вашем случае это будут горчицы и сливки. Ну, доверимся рукам тренера. Он уже наших девчонок испытует несколько недель. Замечу, у нас одна девчонка, участница проекта, это наша коллега с редакции новостей, Марина, ходит с контейнерами. Да. Причем иногда я захожу, говорю, Марина, куда столько гречки? Она говорит, Александр сказал. Но она, кстати, говорит, что не всегда даже съедает вот то, что вы рекомендовали. Да. Сильно много. Да. А потому что мы не привыкли. Ну, а же как, если брать мое детство и тем более за мной поколение? Была цель какая? Чтобы ребенок был сыт, ну и все. На этом все. А по культуре питания у нас должно быть все равномерно. Но культуры питания не было, было больше выживания, чем такая культура питания. Вот. И поэтому мы привыкли есть так. Переедать. Да. Либо переедать, либо недоедать. И поэтому, как бы... Я еще понимаю, настолько это с советского прошлого. Да? Я не могу оставлять пустую тарелку. Я себя прям приучаю к этому. Как бабушка. И когда, например, да, и когда, например, я со своим ребенком в гостях у мамы, и остается там что-то последнее, и начинается от мамы, которая уже возрастной человек, она говорит, ну даешь этот блинчик. Ну даешь этот блинчик, ну даешь этот блинчик. На самом деле, да. Много таких моментов у нас до сих пор. Стоит оставлять, да? Да. Если не хочешь, а как понять, что уже насытился? Говорят же, что аппетит приходит, насыщение чувства там через 20 минут после приема пищи. Плюс-минус, да. На самом деле, еда переваривается намного дольше. Все в зависимости от пищи. Белковая самая тяжелая, тем более, если она еще и жирная. В целом, как понять, опять же, как вначале говорил, эмпирическим путем, мы делаем себе калорийность по формуле и смотрим, как мы наедаемся, что мы наедаемся. Но опять же, из-за того, что у нас организм не привык, для нас вначале порции будут казаться космическими, хотя эта порция необходимая просто для выживания, называется естественный обмен. Солосуществительность такая, это необходимое количество нутриентов и энергии, нужное для просто существования нашего организма. А многие девушки не добирают даже его. Потом организм адаптируется к этому, и все ништячки негативные проявляются в виде срывов, в виде подорванного здоровья. И вот мы стараемся этого не допустить. То есть в плане психологии я объясняю, как это работает, чтобы не было этих срывов и мракобесия. Саша, ну настало время посмотреть первую серию нашего проекта. Давайте знакомиться с ее участницами. Всем добрый день! Сегодня первый день проекта «Минус 10». Сейчас я встречусь с участниками, которые прошли кастинг и будут биться за тело своей мечты. Я, Александр Летвин, помогу им в этом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! 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 Расскажите о себе. Меня зовут Ольга. Оль, почему решили прийти к нам? Что не устраивает? Лишний вес, лишние килограммы не устраивают. А как сами пробовали решить данный вопрос? Меньше есть. Пока не получается. За полгода я просто прибавила где-то около 10 килограмм. Это были? Это были моря. Буквально, сейчас я вам скажу, года 3-4 тому назад, прям поставила цель. Я за два месяца похудела на 14 килограмм. Это было правильное питание. На тренировке я занималась. Ну, вот все как-то в колею встало. А это вот чуть-чуть подрасслабилось, можно так сказать. Профессия моя называется машинист пескоподающей установки. Это сушка песка большой печи, которая после этого подается у нас на тепловозы и электровозы. В принципе, здесь работа для мужчин. Но мужчины у нас не идут, потому что не сильно высокий заработок. Это физическая работа. Где-то надо, конечно, и лопатой поработать, покидать этот песок. Плюс к этому он очень вредный. А выхода нет. Надо приходить заработать. Пенсию нужно заработать. Все равно лишние килограммы чувствуются. Надо как-то взять себя и стать опять красивой. И я все равно, принимая гормоны, продолжала вот так питаться. И все равно ничего, ни на грамм не худела. Мне 34 года, и я та женщина, которая уже отчаялась, наверное, видимо, самостоятельно бороться. Вы оказались в плену долгов. Юридическая компания «Правовой мир». Списание долгов по кредитным и иным денежным обязательствам. Мы находимся в Уссурийске по адресу. Улица Некрасова, 38. Телефон 37-3007. Бережно сохраняя все самое лучшее, что есть в настоящем деревенском молоке, «Заречная» славится своей вкусной и натуральной молочной продукцией. Кефир, творог, сметана, йогурт из цельного молока для здорового питания на каждый день. «Заречная» – вкусная забота о самых близких. Меня зовут Гайне. Пришла с целью похудеть. Какой-то размер хотите определенный? Платье присмотрели на Новый год? Одеть то, что есть. Ну, как-то вот так. Я ждала-ждала, когда я эти вещи одену, не дождалась. Вот это 52-й размер. Мне сделали, когда операцию на спину, и я полгода лежала. Вот тогда я первый раз поправилась прям сильно. Я была 96 килограмм. Там нельзя было ни стоять, ни лежать. Вот надо было просто лежать. То есть сидеть нельзя было 3 метра. Ну, а что, лежишь и ешь. Лежишь и ешь. Но потом, когда врач сказал, что это будет очень плохо, что оно там не срастется, вот тогда я похудела до 70 килограмм. Потом начался второй этап. Вот это гормональная терапия каждый год. И все. И вот это вот худело, поправлялось, худело, поправлялось. И я все равно, принимая гормоны, продолжала вот так питаться. И все равно ничего, ни на грамм не худела. То есть потом уже это все надоедало, все думаешь, да гряну огнем. Потом смотришь в зеркало, думаешь, да ну, ты не такая там превосходная гаечка, потому что со всех сторон смотришь, там выпирает, тут выпирает. Вот, мне муж подарил вот такой лыжный костюм. Это было в прошлом году. Мы пошли, он мне на Новый год его подарил. Сейчас я его... Вот это самое обидное. А остальное пофиг. Ну, а теперь против телезрителей у нас играет наша коллега Марина. Марина, здравствуй. Здравствуйте. Я Марина Роман, корреспондент телемикс. Мне 34 года, и я та женщина, которая уже отчаялась, наверное, видимо, самостоятельно бороться, опустила руки. Я надеюсь, что именно этот проект станет для меня той самой ступенью, когда я уже не смогу остановиться и, наконец-то, приведу себя в порядок. Не, я вообще не падкая на чипсы. Ну вот, мне захотелось. Безусловно, это переедание, фастфуд, жареное, жирное, алкоголь, сладкое, печеньки какие-нибудь, шоколад. Вот, шоколад это моя вообще тема. И, соответственно, сладкие напитки. По три ложки сахара, там, на 300-миллилитровую кружку. Марина, приготовили. Как вкусно пахнет. Это самый лучший момент в моей работе. Самой мне лично, для себя, было сложно найти мотивацию, даже невзирая на то, что, как бы, полнота – это уже ухудшение здоровья автоматически, да. И я все равно для себя не могла себя заставить. Я больше всего боюсь то, что придется поменять кардинально питание. Дыня? Дыня? Ух ты. Что? Прикольно? Это какой-то гастрономический орган. Вы стали участницами проекта «Минус 10», вы прошли кастинг, сложный отбор. Приятно удивлен, настрой у всех боевой, но, как говорится, время покажет, готов ли человек работать на самом деле. Будет интересно посмотреть на тот же самый план, только уже через шесть программ. Что могу добавить? Предстоит два месяца работы. Самое главное, как я вас и попросил, будем честны, дабы процесс прошел максимально комфортным и вкусным. Поздравляю. Нормально. Еще раз. Кайфуем. О, все получается, хорошо идет все. Ну что же, вот такие у нас решительные дамы, решительные участницы нашего проекта. Первая серия их будет несколько, даже много. То есть цель до Нового года – влезть им в какие-то красивые наряды. Да. Вот уже заметил разницу между ними? Кто более ответственно подходит? Кто прям нацелен, решительно, что он хочет, он давно к этому шел? Ты вот рассказывай, а я пока начну готовить. На самом деле, конечно, есть. Ты ставки ставишь сам, Сергей? Ну, на самом деле. Ну, можно не раскрывать секрет, но есть такое дело в голове? Ну, в этом плане мне немного проще, скажем, намыли на глаз уже. Ну, я и говорю. Да, есть у меня уже, скажем, опыт в этом плане, да. Ну, но дорогу селит идущая. Кто-то вначале заряжается хорошо, а кто-то под конец выкладывается хорошо. Фаворитка? Ну, фаворитов нет. Есть кто уже выкладывается прям замечательно, да, кто-то немножко встает. Ну, пусть это будет. Это же вообще сложно. Представь, вот я вот думаю, вот у меня работы куча, я иногда домой в 9 часов прихожу. Когда мне еще, например, худеть, если бы я решилась? Понятно, что это какой-то момент очень серьезной дисциплины и откладывания в сторону каких-то дел, да, ради того, чтобы правильно себе приготовить еду, а не купить что-то в ларечке. Какой-нибудь лаваш, например. Ну, как всегда, вначале играет роль мотивация. То, что нас подвигает на этот путь. Либо это собственная осознанность, либо это... А наложи мне сюда, начните на кредочку. Либо это осознанность платья, скоро Новый год, либо свадьба, да. А у кого-то, как ни печально, со здоровьем, когда проблемы начинаются, уже тогда начинается работа у нас. Насчет сложности, да, вначале это дискомфортно. Как правило, это первые 2-3 недели, почему я и делаю их. Тестовыми, потому что человек понимает, он дальше будет работать или нет. Ну, и прикладывать больше усилий, соответственно. Вот. А в дальнейшем уже, когда более видны первые результаты в самочувствии и в отражении в зеркале, в замерах, тогда уже все идет намного легче. Есть, я читала и вообще слышала такое понятие, как изначально резко сброс веса, а потом длительное время, те люди, которые худеют, они на одном уровне стоят. Как-то это называется этот... Застой, да, период застой. Скажем так, вначале у многих есть отеки. Отеки из-за не совсем правильного образа жизни, питания. В первую очередь уходит... И мышцы. Как это ни удивительно, да. У нас думают люди, что качают, когда пресс, делают часовые марафоны. Да, думают, что сразу вот мы худеем на месте. Нет, на самом деле худеем мы. Так, ну я попробую положить. Первый? На самом деле худеем мы в течение сна, мы восстанавливаемся в течение сна, но предпосылки для этого похудения у нас в течение дня, соответственно. Это тренировочная активность, нетренировочная активность и питание. А вот уже похудение происходит во время сна. Почему? Ночью мы спим и худеем? Да, как бы это просто не звучало. И люди, которые пренебрегают сном, ну сериальчики, либо другие заведения, и у них режим сбивчивый, это дает на себе знать. Можно почувствовать даже на себе, когда мы ложимся в одно и то же время и встаем, полная энергия, полная энергия, и там можно рвать горы. А когда сбитый режим, недосыпь, пересыпь, это уже начинается вялая активность. Я сейчас так вздохнула внутренне. Я стараюсь в одно время ложиться. Встаю вынужденно в одно, но энергии нет. Давайте посмотрим рубрику «Минимой». Это, наверное, каша какая-нибудь. Потом иногда я не могу заставить ей суп. Ну, в охотку может съесть и борщ. Но я не люблю суп. Не люблю, потому что многое я не могу съесть. С хорошим не люблю, а вон тем все люблю. Ему нравятся все сезоны, все времена, но больше всего зима, потому что у него день рождения зимой. У меня любимое время года – зима. Потому что зимой можно делать вот так шарики из снежных, из снега. И еще я люблю, потому что там у меня день рождения. Мне кажется, он делает все, что он хочет иногда. Нужно что-нибудь включить, что нельзя включать. Баловаться, неплохо себя вести, обзываться. Ну, он иногда хвастается, как он провел день в садике, что он на каких-то занятиях себя хорошо вел. Приносит, они пишут там диктанты, задания им дают в садике. И он приходит и хвастается этим, что он получил пятерку. Еще рассказывает про то, как он общается с друзьями. Очень много. Мне нравится дружить со всеми и всеми уважать их. Ему нравится ходить в садик. Единственное, что он очень долго встает утром. Это долгий процесс. Ну, потом он одевается, и все, и он уже бежит туда. Там его друзья, там его любимые воспитатели. Да, люблю. Но мне там нравится со всеми дружить, играть, строить, писать, рисовать, разукрашивать. Электриком. Как он у тебя? Почему? Ну, папа у него электрик. И поэтому он хочет стать электриком. Мне нравятся провода. Я еще удивляюсь, почему у нас тут все провода не потрогал. Ну, я хочу стать электриком. Почему у него электриком? Потому что он чинит провода и залентует. Сейчас он играет, есть такая игра, динозаврик Кро-Кро. Вот, он ее любит. Майнкрафт, это тоже. И лего. Лего, машинки. Ну, у меня любимая игра, это шахматы, шашки, пазу собирать. Еще люблю вот так играть в ходилки. Вне садика он еще ходит на гимнастику, на адаптивную гимнастику и еще плавание. Я люблю с друзьями заниматься. Почему? Ну, я люблю с ними играть, гулять, разговаривать, убегать. День рождения, наверное, у всех детей. Вот, он еще у него, получается, проходит после Нового года. Ему двойные подарки дарят. Я люблю свой день рождения. Люблю еще 8 марта поздравлять маму. Наверное, сам на себя. Вот что-то есть и от меня, и даже от бабушки, и от папы тоже. На маму. Ну, по характеру. Он очень любит, чтобы его назвали цыпленок. Цыпленок, зайчик. А я говорю Темушка, Темыш. Тема, Артем, Темочка. Меня еще называют зайчиком и солнышкой. Ну, вот я последний наш делаю завертончик. Один у нас уже запекается. Саша, расскажи, насколько важен момент, вот, когда ты принимаешь решение прийти к образу правильному жизни, да, и правильно питаться, насколько нужно подготовиться именно к своему здоровью в плане с медицинской точки зрения? Нужны ли какие-то анализы? То есть, что нужно, какой иметь расклад, чтобы начинать? Да, естественно, если мы уже с полной осознанностью, готовностью приходим, скажем, к собственному совершенствованию, то анализы играют немалую роль. Вообще рекомендовано хотя бы раз в год проходить полное обследование, да, но мы люди ленивые, и многие этого не делают. Ничего занятые, времени же не бесконечные. Да, главное, большой набор отговорок. Это есть у каждого. Вот. И анализы почти никто не сдает. Если ко мне люди приходят... Отправляешь. Да, тем более с ожирением, когда приходят и спрашивают, ну, есть вводное анкетирование, и уточняются, есть ли противопоказания по здоровью, как давно анализы сдавались. Если есть какая-то симптоматика нездоровая, ну, я даю рекомендацию, естественно, пройти соответствующее обследование. Многие в этом плане боятся узнать, что у меня внутри, потом... Что с этим делать? Я всегда говорю, лучше не знать. Да, лучше не знать, что, да, да. Ну, на самом деле, у нас это отчасти правда, конечно же, но осознанность никто не отменял. Раз в год, хочешь, не хочешь, чтобы предотвратить потом более тяжелые последствия, лучше это сделать, естественно. Вот. Что касаемо корректировки состояния, да, многие боятся БАДов, биологически активных добавок. Потому что думают, это химия, там, протеин – это химия, там, витамины – это химия. На самом деле нет, это все, естественно, на производстве делается, но из натурального сырья. Самый главный момент. Это не какие-то порошочки, там, в лаборатории, там, люди в белых халатах делают. А это натуральное сырье, если то же самое протеин – это сыворотка молочная. Если то же самое витамины – это технологические процессы, которые обезвоживают продукты, да, и остается сухой остаток. То есть это все на природной основе. И многие добавки на природной основе и производятся. Но люди от лени, либо от незнания боятся их. Хотя это важный момент в наше время дефицитов качества продукции. Мы прекрасно знаем, какое, да, почему я сам принимаю клетчатку, а вообще многих не ем, потому что натурально составляет желать лучшего. И вот в этом БАДы как раз-таки и помогают. Но, кстати, наши участницы, все по-честному, они и анализы будут в одной из серий сдавать, они и принимать будут биологически активные добавки, и в зале потеть, и кушать правильно. А сейчас предлагаю посмотреть рекламу. Ну и, кстати, пользуясь случаем перед рекламным блоком, хочется выразить благодарность нашему партнеру, торговому комплексу «Центральный» за предоставленный продукт. О тонкостях ударных инструментов, как никто другой знает музыкант Станислав Фласов. Страсть к барабанам в его жизни появилась довольно рано. Отец-музыкант часто водил еще маленького на репетиции. Я до этого стучал везде, на уроках, на партах, дома, там радио крутится, на коленках ритму выбиваю. И даже как бы я не думал, что я там стану барабанщиком, просто мне нравилось попадать в музыку, в такт. И когда я первый раз за барабаны сел, я сразу заиграл ритм. За плечами уже более 15 лет активной концертной деятельности. Выступления как сольные, так и в коллективах. Причем играл и с очень известными, даже легендарными группами. Я играл, конечно, со знаменитостями, со многими. С группой «На-На» выступал. С Иваном Панфиловым несколько концертов дал. Один раз дал концерт с «Тату». Ну и с джазовыми музыкантами, с некоторыми тоже выступал. С «Манукеаном филармонии» отыграл на джаз-фестивале. Так неожиданно, без репетиций. Сейчас больше ушел в преподавание. Станислав занимается с детьми. Обучает игре на ударной установке и национальных барабанах в корейском центре. Параллельно молодой человек учится и набирается опыта в музыкальном продюсировании. Регулярно участвует в различных концертах. Ну, для меня барабаны – это образ жизни. Я не могу без этого жить. Ну, конечно, я нашел себя, и я получаю от игры удовольствие. Вот так неожиданно День барабанщика стал профессиональным праздником Станислава. Для большинства людей именно ударные инструменты задают ритм музыки, а для кого-то – ритм жизни. Ну, вот такой у нас красавец получился. Даже не знаю, с какой он стороны красавец. Саша, тебе с какой стороны больше нравится? С любой. С любой. А я напомню, что мы сегодня говорим про проект «Минус 10», и у нас главный тренер этого проекта Александр Литвин, он также занимается с клиентами в клубе «Бэйс». Хочется, знаешь, что узнать? Про девчонок, вот мы-то разговаривали, которые худеют в нашем телепроекте. А вот есть у тебя какой-то личный рекорд, какой удалось достичь с каким-то клиентом? Например, насколько, ну, без имен, естественно, кто-то пришел там, не знаю, полгода, потел в зале там, кушал правильно и достиг там такого-то, там, минус 20, минус 30. Помнишь какие-то такие случаи? На самом деле, да, еще зависит от сроков, да. Если самый краткосрочный человек – это мой хороший уже товарищ, начинали как клиент, уже как товарищ. Задача была похудеть, потому что была подготовка к зачатию ребенка. То есть это тоже, оказывается, влияет, да? Естественно, конечно. Это влияет на качество биоматериала и в целом успеха данной процедуры. Мы похудели меньше, чем за 2 месяца, он весил больше 110 килограмм, и мы похудели до 90 с копейками, 92-93. Мне так нравится, когда ты говоришь, мы похудели, я так говорю с дочкой, мы уроки сделали, то это прям детки твои, да, с которыми ты занимаешься. Не, на самом деле… Ну, конечно, проникаешься, даже дружба завязывается. Да, когда радеешься душой, ты понимаешь, что человек выкладывается, но это импонирует, соответственно. И было все вот и до, и ни одной тренировки пропущены, все рекомендации были соблюдены, питьевой режим, режим питания, хотя было тяжело, вот, естественно. Но потом, вот и до сих пор, плюс-минус форма у него осталась. Он съедает форму. Сколько лет уже удается ему вот в этом весе оставаться? Так, получается, это было, ну, где-то третий год точно, несмотря на маленького ребеночка, да, который все-таки, да, получился. Который вносит свои коррективы, ночные недосыпы, то есть ты же тоже, да, вводит в какой-то… А самый длительный результат, то есть, когда длительный срок худели здесь, получается, был короткий срок, да, там, несколько месяцев. Ну, длительный, как правило, это те люди, которые уже как образ жизни становятся у этих людей, да, новые какие-то свершения. Помимо похудения, новые цели ставятся и достигаются, будь то подтягивания, взбирания по канату, стойка на руках, у каждого свои. Как правило, это вот люди, которые были, по моей практике, 80 плюс килограмм, будь то девушка, будь то мужчина, ну, и худели они также, соответственно, на 20 килограмм. И остаются до сих пор в этой форме. А кто-то до сих пор и худеет. Но уже без каких-то сложных там моральных тяг. Без фанатизма, да? Вот, 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 вот. Кстати, вот поговорив сегодня с Александром и понимаю, что фанатизм, в принципе, фанатизм в любом деле я не приветствую. Должна быть какая-то разумная мера. Давай посмотрим опросы, а после мы про разумную меру поговорим, ну, и уже будем доставать наши очередные… Да, это важно для нашей природы. Ну, чтобы в дальнейшем весь мусор был легко перерабатываемым и вторично использованным. Вообще, если, то, возможно, да. Но в нашей стране, я думаю, это еще пока не хорошо заходит. Да, к нам это еще не пришло. Потому что много где видеороликов, в которых люди занимаются разделением мусора, а потом приезжает мусорная компания и сваливает это все в один большой ящик. Ну, да, надо. Экологическая безопасность сейчас такая, что надо. Да, это способствует лучшей переработке мусора, потому что, ну, на данный момент меня вообще не радует ситуация в море, уровень его загрязняемости. И поэтому, да, я считаю, что это очень важно. Ну, думаю, да, следует это делать, чтобы отходы как-то перерабатывались гораздо быстрее. Думаю, так. Ну, в перерыве мы достали все наши блюда, разрезали, получилась такая красота. Сейчас будем пробовать. Обязательно. Я напомню, что мы сегодня пытались приготовить что-то из разряда, что полезно кушать. Да, у нас там, в принципе, никаких вредных ингредиентов. У нас там куриная грудь, яйцо, творожный сыр, сыр обычный в одном, я забыла положить. Морковка, ну, собственно говоря, лаваш. Все это, в принципе, да, все это можно кушать, ты советуешь, в принципе. Кстати, мы в перерыве уже узнали, сколько можно таких съесть. Например, мне Александр сказал, ешьте можно. Говорили мы про проект «Минус 10», который запустили на нашем канале. Смотрите обязательно, давайте вместе следить за судьбой девчонок, насколько им удастся похудеть к Новому году. Саша, ну, тебе пару слов, можешь обратиться к нашим зрителям, что-то им пожелать. Чего могу пожелать, что посоветовать? Главное, сделать первый шаг. Многие боятся от незнания, от стеснения. На самом деле, в зале и вне зала все работают над собой, только на этом акцентироваться, так что стесняться не нужно. И не бойтесь, скажем так, начинать что-то новое. Сейчас все предоставлено для достижения вашего результата. И тренировочный процесс, и растяжки, и питание, и БАДы. Все-все-все, главное – действовать. Это был Александр Литвин, наш телетренер. Ну, мы будем прощаться, а нам сейчас еще предстоит мыть посуду. Саша обещал мне помочь. Спасибо нашему партнеру, компании «Чистый дом». Все моющие средства можно купить на «Тимирязево-29» и «Советское-76». Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова